Здравствуйте, это снова Solid. Наконец-таки вышла игра Iron Front. Я сейчас попытаюсь что-то про неё рассказать. Хотя это сделать будет довольно-таки трудно, потому что вы и видели и скриншоты, и видео, и тоже обзоры делали уже на неё. В этом видео я бы хотел поговорить о, наверное, перспективах этой игры, что её, наверное, ожидает в будущем. Пока на самом деле не очень это понятно, но давайте порассуждаем. Итак, разработчики нас долгое время кормили скриншотами, своими видеороликами, причём не последнего качества. Вы сами всё можете это посмотреть. И они сделали так, что народ стал ждать не Armutri, а именно Iron Front. Настолько они сделали хорошую рекламу, и настолько качественно всё было на скриншотах, и на видео, и так далее, что даже, честно говоря, я чуть-чуть побавился, хоть бы этот проект не был провальным. Потому что очень часто такое бывает, что игру рекламируют, рекламируют, показывают скриншоты офигенные, все офигевают. А в итоге выходит какая-то хрень, в которую достаточно скучно играть. Так вот, Iron Front не является такой игрой. Поздравляю разработчиков с релизом. Ну и давайте запустим, посмотрим, что они для нас приготовили. Вы достаточно долго могли наблюдать меню, я там настроил видео. На фон надо было что-то поставить. Итак, компания. Компания. Нас тут встречают четыре разные компании. Но сейчас я их запускать, естественно, не буду. Я сейчас пойду в редактор. Так, одиночные задания, их всего три. Но меня больше всего интересуют, на самом деле, острова. Итак, редактор. Четыре острова, как и обещали. Два это Польша и два это Украина. Ну давайте запустим вот этот вроде небольшой остров. Да, остров достаточно маленький. Даже очень вы в армии такого острова не встретите. Давайте поставим юнита. Куда-нибудь вот сюда. И через мгновение мы уже стартовали. Первое, что кинулось в глаза, это, естественно, красота природы. Ни в одной еще игре так не делали русскую природу. Потому что, действительно, разработчики очень постарались на эту тему. Очень большое внимание уделили деталям, мелочам. Ну это на других островах, наверное. И, естественно, ландшафту. Потому что вы не увидите таких мест, где бы ваш глаз, точнее, заскучал. Вот я вам показываю новую анимацию бега с автоматом. Можно стрелять на бегу. На самом деле, эта анимация взята, наверное, еще со временем флэшпойнта. Потому что она там была очень даже в тему. И вот ее и решили использовать в Iron Front. По поводу оружия. Значит, здесь их достаточное количество, чтобы вести очень интересную войну в сетевой игре. Там, допустим, ПВП или кооператив проходить. А сейчас я хочу обратиться к тем людям, которые, возможно, будут относиться к этой игре, как к способу поднятия рейтинга в интернете или что-то в этом роде. Потому что эту игру можно легко обосрать. Особенно тем, кто никогда не играл в Арму, не знает, что это такое. И воспринимает данный проект как отдельную игру, которая почему-то, по их мнению, должна быть очень похожа на остальные современные шутеры. Ребята, хочу для вас сказать одну вещь. Никогда не стоит сравнить военный симулятор боевых действий с обычным шутером. Потому что шутер в большинстве своем, к сожалению, это такая вещь, где нужно пройти от точки А к точке Б, при этом надо убить определенное количество ботов. А симулятор в этом плане, он более многогранен, если хотите. Тут больше вариантов прохождения, больше вариантов развития и непредсказуемых вещей. Тут нет заскриптованных сцен и так далее. То есть каждый раз все по-новому будет. И этим, собственно говоря, славится и Арма, и ОФП, и все остальное. Также в Арме просто громадные, очень большие пространства, которые Баттлфилду даже не снились и сниться никогда не будут. Потому что если на движке Баттлфилда загрузить остров размером 10 на 10 километров, то, я думаю, он даже, по-моему, не запустится. Почему данная игра, вот Арма и вообще все остальные проекты, связанные с ней, для тех игроков, которые играют в шутеры, очень сложна, так скажем. Им сложно играть. Они все время погибают, они не понимают, откуда в них попадают. И им проще обосрать игру, сказать, какая же она дерьмовая, глюченная и так далее. Ребята, здесь ваша тактика действий просто неприемлемая, поэтому у вас не получается толком играть. Во-первых, здесь надо разобраться в управлении целиком полностью. Управление здесь очень многогранно и разнообразно. Во-вторых, нужно поменять само отношение к игре. Если вы пришли на север, например, там как-нибудь отдохнуть, то у вас не получится. Арма — это шахмата, ребят, где нужно думать и правильно организовывать свои действия. Потому что если вы будете от балды куда-то бежать и искать врагов, то у вас, скорее всего, ничего не получится. Вот с этого ППШ, который у меня в руках, я на 200 метров, никого не попадут. А 200 метров для армы — это фигня. Вы, уважаемые любители шутеров, от такого оружия уже давным-давно бы блевали, как жестко это не звучит, и уже бы начали обсирать, крича, какой же говеный этот автомат, из него никуда не попадешь. Я вам скажу тоже одну вещь. Во-первых, это не автомат, а пистолет-пулемет. А если это пистолет-пулемет, это значит оружие ближнего боя. ППШ — это штурмовое оружие ближнего боя, которое используется в основном в городских боях. И если говорить о реализме, здесь он очень классно сделан. И что-то меня понесло на какие-то рассуждения, я не говорю ничего про игру. Так, вернемся. Значит, я сейчас загрузил другого острова. Мы можем заметить, что он в разы больше, чем предыдущий. И называется он «Баранов». Это Польша. Итак, «Баранов» он называется потому, что, наверное, есть такой поселок или город это. И вот я хочу тут отдельно полазить и вам показать, от чего я, собственно говоря, офигел. А офигел я от того, что детализация хорошая. Я не про то, что сделаны модели там или текстуры хорошие. Нет. Я говорю про то, что как реализована сама атмосфера, военная атмосфера того времени, которая была, по-моему, очень классно. Я уже говорил, что вашему глазу не дадут скучать. И это правда, потому что реализовано все до последней мелочи, каждого кустика. И выглядит очень реально. Я имею в виду, что расстановка объектов на карте и так далее. В общем, полное ощущение того, что вы находитесь на войне. Вот я вбежал в этот поселок, ну и чем не деревня того времени. А ведь я еще толком и не играл. Я даже не стрелял толком, вы заметили. Не катался на танке, не летал на самолете. В общем, в сетевой игре, если хорошо, грамотно карты создать, то это будет какая-то неповторимая вещь, в которую, наверное, будут все играть. Я имею в виду, фанаты армы точно будут играть. Я очень надеюсь, что в нашем полку прибавится, потому что эту игру должны заметить другие игроки, которые никогда, может быть, и не слышали об армии. Естественно, не буду показывать весь остров, потому что это невозможно. Для этого нужны часы и, не знаю, недели, чтобы всю красоту там посмотреть и какие-то позиции подобрать, где можно создать какие-то эмиссии и так далее. Ведь в игре же есть редактор, там можно сделать что угодно. Это я говорю для тех, кто вообще не знает, что такое арма. Тот, кто самый внимательный, заметил, что я уже загрузил другой остров, и он называется Панова или Панова, честно говоря, не знаю. В общем, это Украина, и на самом деле этот остров очень хорош, наверное, для тренировок, потому что там есть, я сейчас его увидел в редакторе, танковый полигон, два аэродрома, военная часть, колхоз, называется Слава Ильичуза. Вот, в общем, остров средних размеров, и вы сейчас могли наблюдать развальный замок, на который я сейчас поднялся. Поднялся, тут башня есть, поставил около 9 тысяч метров видимость. Вот, смотрите, бескрайние просторы русской земли. Ну, украинской, неважно, тогда был Советский Союз, давайте поставим 10 тысяч метров. Интересно, будет ли тормозить, это очень сильно влияет. Нет, кстати, оптимизировано очень даже хорошо, то есть на Черноруссии у меня уже были бы тормоза. Но 10 тысяч метров, это просто бессмысленно. Достаточно 5 или 4, чтобы вести боевые действия. И следующий остров называется Сташув, или Сташув. Тоже, кстати, не знаю, на что ударение, извините меня за такую безграмотность. Вот это, наверное, есть жемчужина, собственно говоря, всего мода. Все-таки почти 17 на 17 километров, это очень серьезно, потому что это больше, чем Черноруссия, стандартная 2-я армия. Давайте стартуем в центре этого города, который там есть, и он там далеко не один. И вот нас встречает полуразбитый город времен Великой Отечественной войны. Сделано тоже, как всегда, все супер. Вообще меня разрывает походить, даже не знаешь, где стартовать на острове, потому что он гигантский, и все, охота посмотреть сразу. Но сразу же не получится. Потому что, чтобы все посмотреть, это, я не знаю, надо неделю сидеть, не вылезая, чтобы осмотреть весь остров, все красоты его и так далее. Вот в это здание нельзя зайти. Жалко, кстати. Просто было бы интересно, чтобы они сделали внутри. Вот, в некоторые здания можно заходить, в некоторые нет. Тут с этим ничего не поделаешь. Очень нравятся вот эти кратеры, которые на дорогах. Вот действительно такое ощущение, что была какая-то бомбежка. Вот здесь можно заходить. В армии довольно-таки часто встречается вот такая проблема, что стекла толком вот так не прорисовываются. Но это ни в коем случае не влияет на оценку игры. Это же всего мелочь. Какое-то стекло там с одного боку не прорисовалось. Практически все двери, которые есть, можно открыть. Полное ощущение того, что ты находишься в городе. Редко, конечно, такое бывает, но то, что я ожидал от разработчиков, то я целиком и полностью получил. Что касается авиации, здесь есть несколько самолетов. Их достаточно мало, к сожалению. Но все-таки они есть и очень хорошо детализированы. То есть, по-моему, даже Ил-2 штурмовик завидует детализации самолета. Так, давайте у него скорее сядем. Я хочу посмотреть кабину. Надо найти сначала, с какой стороны садиться. Вот. Даже открывается, видите, дверь. Ничего страшного. Я про анимацию, когда он залезал в самолет. Это было все прекрасно видно. Значит, если бы была анимация, как он, я не знаю, залазит на крыло, потом открывает дверь и так далее. Да, было бы красиво, но в сущности она вообще бы ничего не изменила. Вот, мы набираем уже скорость. Мы видим, вон, какая страшная бомба. Мы ее обязательно скинем. Давай-давай-давай, взлетай. Я специально поставил побольше видимость, чтобы было красиво все. Убираем шасси. Взлетаем. Чем мне вообще еще нравится Айрон Фронт? Тем, что в те времена воевали как-то более, что ли, как сказать, честно. Потому что это сейчас появились и GPS, и тепловизоры, и какие-то навигаторы, и тепловые ловушки, и самонаводящиеся ракеты и так далее. Тогда всего этого не было, и приходилось воевать честно. Ну, как сказать честно. Ну, вот в том смысле, что технического оснащения не было такого. И мне это очень нравится, потому что я жду не дождусь, когда я поиграю по сети против других игроков. И еще хочу сказать, что в данной игре и вообще в арме каждый найдет свое место. То есть, если ты любишь кемперить, да, пожалуйста, бери снайпера, учись снайперскому делу. Если ты любишь летать, вот те самолеты, вертолеты, я имею в виду про арму и вообще в целом. Летай, сколько влезет тебе, изучай. Если ты танкист, то то же самое все. И вот по всем параметрам так. То есть, арма настолько многогранна, что каждый, я думаю, найдет свое место в ней. Самолет управляется свободно, я не испытываю никаких трудностей. Может быть, это как-то аркадно. Я имею в виду, какие-то вот такие фигуры высшего пилотажа даются так легко. Но в арме всегда так было. То есть, арма это не симулятор полета, и не симулятор целиком танка или там машины и так далее. Арма это симулятор боевых действий. Что вам еще рассказать и показать? Даже не знаю. Все вам на самом деле уже показали. И на скриншотах, на видео, и даже делали русскоязычные обзоры. Танки вам, допустим, показали. Что я вам буду их заново вам показывать. Могу записать какой-то бой, коротенький, небольшой, с ботами, допустим. И прокомментирую его. Ну вот в редакторе я секунд за 15, наверное, сделал что-то типа подобие боя. Наша задача элементарная занять деревню, которую я сейчас на нее буду смотреть. Вот на 12 часов я ее вижу. Нас всего около 30 человек где-то атакуют. Три отряда, ну по 10 человек где-то примерно. Значит, два отряда с одной стороны атакуют вот отсюда. И другой отряд с другой стороны. Там с поля, вон он идет. Как раз таки. Значит, это свои там идут. Они оттуда нападают. Мы как можем, то есть отвлекаем, чтобы те нормально подошли. С двух сторон всегда атаковать легче. В лес я не пойду. Хотя это самое безопасное место, которое здесь может быть. Но я не пойду туда по той простой причине, что здесь есть укрытие. Хоть тут и поле, но есть укрытие и как бы отсюда все видно. В отличие от леса, в котором там одна трава, листва и так далее. То есть там, если пули полетят, то еще неизвестно откуда. Тут хоть я вижу, кто по мне откуда стреляет. Как мы видим, я не ломлюсь вперед. Никуда не тороплюсь. Потому что я всего лишь, навсего один солдат с винтовкой из всей команды. То есть это не Call of Duty. Я тут один вперед не побегу. Не Рэмбо. Я тут всех не замочу. Меня скорее самого убьют. И аккуратненько, потихонечку наступаем, не спеша. Спешить нам некуда. Наша задача сохранить отряд наш. И собственно говоря, самим выжить. Но отхватить при этом деревню. Ведем подавляющий огонь. Пулеметчики делают свою работу. Мы свою. У меня винтовка Мосина. И как-то я пытаюсь сейчас в кого-то попасть. На самом деле попасть трудно. Я отлично могу видеть цель. Но из-за того, что она на определенном удалении от меня находится. Попасть у нее сложно. На видео вряд ли, конечно, это будет видно. Но когда вы сами запустите игру, будете стрелять с винтовки Мосина. У нее прикольный очень трассер красивый, реалистичный сделан. То есть можно прям наблюдать, как пуля летит. Сейчас вы можете наблюдать, как мы уже подходим к деревне. Понемногу поджимаем немцев. Наши там вон, видите, через лес кто-то побежал. Я вот пытаюсь отсюда как-то помочь им. Но очень сложно попасть. Собственно говоря, как и в реальной жизни, непросто попасть из винтовки. Тем более, когда находишься под огнем. По мне уже стреляли. Я не знаю, на видео это было видно или нет. Но тут все-таки стреляют. Вот я сейчас пытаюсь попасть. И вроде попадаю, а вроде нет. Вот, да, по-моему, попал у одного. Так, надо отсюда как-то уходить. Потому что очень далеко пока что. Точнее, недалеко неудобно. Гораздо удобнее поближе подойти и уже там работать как-то. Так, сейчас, сейчас. Вот, вы слышали этот звук? Вот по мне стреляли, да. Так, ну-ка, вон там немец лежит, я вижу. Вот, попал. Мне командир тут же дал наводку. И по нему тоже вроде попал. Так, ну все, с этой стороны что-то они затихли там все. Или убежали вообще. Надо отсюда уходить. Еще в армии есть такая штука интересная. Если игрок, ну, в данном случае я, приношу вражескому отряду большие потери. Ну, допустим, вот я начинаю их там убивать. Одного убил, второго, третьего, да, не дай бог там командира. Они приоритетную цель ставят меня. И поэтому в армии не стоит засиживаться на одном и том же месте. Тем более, когда вы играете по сети с людьми, а не с ботами. Вот я сейчас выглядываю, да, я не просто так выглядываю в поисках врага. Я заодно ищу себе место, куда я побегу вперед. Потому что бот уже прорывается. Мне что сидеть сзади, как за спиной у них. Надо тоже наступать. Значит, вот здесь я в более-менее мертвой зоне по отношению к противнику. То есть он меня отсюда не должен видеть. И аккуратненько-аккуратненько высовываемся, смотрим. Вот та деревня, которую нам надо атаковать. Там справа фланга боты жестко воюют. Слышите автоматные очереди? Вот, и мы вот тут с одним ботом что-то тоже бегаем туда-сюда. Вот он тоже, кстати, в мертвой зоне. Поэтому он еще живой. Я за ним пойду. Впереди вот мертвые немцы валяются уже. Один из них пулеметчик. Сейчас я подберу у него пулемет. Посмотрю. Но сразу я туда не позву, потому что вокруг противник. Пока я буду брать пулемет, меня могут убить. Я кину гранату вперед по дороге. Мало ли там немцы. Они же тоже для меня в мертвой зоне там. Бот побежал вперед. Это значит, что там может быть никого нет. Ой. И в него попало что-то типа пушки. Там пушка стоит, короче. Так, я взял пулемет. Вперед мне нет смысла ходить, потому что там пушка. Пушка. Да, да, да. Вот боты сообщают, что пушка. Надо как-то аккуратно отойти назад и посмотреть, что за пушка. И как с ней бороться. Придумать. Здесь мы сейчас просто... Я в мертвой зоне и враг у меня в мертвой зоне. То есть мы друг друга не видим вообще. Не передаваемое ощущение, когда подходишь к противнику на такое расстояние, что ты его слышишь, голос его слышишь. Вот слышали там сейчас немецкий говор был. А бой там продолжается. Интересно, вот те вот бойцы, которые шли по полю. Помните, вначале они дошли? Нет. Просто они с тыла практически заходили к противнику. Так, я вижу на дороге пушка. Сейчас откроет подавляющий огонь. Ой-ой-ой. Из положения 100, это с такого пулемета не постреляешь. Видите? Как его вверх задирает, естественно. Только из положения лежа. Вот разработчики молодцы, учли это очень хорошо. Видите? Из положения лежа-то вообще тоже трудно очень. А там уже свои бегают. То есть бой закончился на самом деле. Так, я возьму-ка у него лучше ружье. Вот, все говорят, чисто. Деревня зачищена. Пушку, видать, убили с тыла вообще. То есть пока она отвлекалась на нас, вот кто по дороге шел, ее, наверное, уже расковыряли сзади. Да, вот видите, там сзади бойцы прибежали. Это те как раз-таки, кто по полю бежал, видать. Молодцы ребята. Справились. Вот я его сейчас свернул в походное положение. Тут можно, кстати, пушки возить на технике. То есть отцеплять к машине, отцеплять и так далее. В общем, вердикт какой. Очень-очень-очень качественный аддон. Ну, мод официальный, так скажем, уже. За деньги его надо покупать. Очень-очень всем советую. Купить, приобрести диск любым способом. Пиратку скачивать нет смысла, потому что по сети вы в нее не поиграете. А вне сети в нее играть будет скучно. Она вам быстро надоест. А по сети все-таки против людей или там с компанией вместе поиграете с друзьями против ботов и так далее. Это все-таки веселей. Так, мое видео подходит к концу. Всем спасибо, что посмотрели. Нашли время примерно 20 минут посмотреть. Не знаю, что я для вас открыл нового. Наверное, ничего. Вот. Но зато вы, наверное, узнали мое отношение к игре, вот, к армии и так далее. Всем спасибо. До свидания.